В небольшом горняцком поселке Калья под Североуральском старшеклассники местной школы успешно пролоббировали идею создания рощи памяти в сквере, который благоустроили в рамках нацпроекта, а на мемориале павшим воинам зажгли вечный огонь. На радостях районная власть даже на скромный салют раскошелилась. Кальянцы от мала до велика давненько так душевно и коллективно не отдыхали. Детвора на новых горках накаталась вдоволь, промерзла и грела озябшие ладошки у вечного огня. Школьная затея увековечить память земляков погибших на фронтах Великой Отечественной, а заодно и удобную во всех смыслах жизнь, публичное пространство поселка вдохнуть быстро овладело массами. Жители Кальи не по указке сверху сами выбрали исхоженный пустырь вдоль и поперек, собрали 2700 подписей за рощу памяти и сквер, а власти поддержали людской выбор. Архитекторы Субра разработали проект рощи. Суммарно он обошелся в 27,5 миллионов рублей. Проект финансировался из бюджетов трех уровней. Конечно, по меркам больших городов, поселковые инвестиции в комфортную среду выглядят более чем скромно. Но в Североуральске, до которого от Горнятской Кальи рукой подать пешком можно за полтора часа до Брести, на этот год был сверстан дефицитный бюджет. И дефицит этот составил 18 миллионов рублей. Легко понять, что вне рамок регионального компонента нацпроекта по благоустройству не было бы ни рощи, ни сквера. В парке уложили тротуарную плитку, установили фонарные столбы, скамейки и урны. Не такие, конечно, фельдеперсовые, как в центре Екатеринбурга. Мрамор пустили на мемориал воинам, не вернувшимся с полей сражений. В годы войны Североуральск отправил на фронт 3,5 тысячи бойцов. 900 из них домой не вернулись. В их честь в поселке Калья был зажжен вечный огонь. Факел под ножью обелиска с неугасимым пламенем привезли из Екатеринбурга. Его зажгли от вечного огня на широкореченском мемориале. А в поселковой роще факел горелки поднес фронтовик Василий Кузнецов. В вечной памяти свет мы сегодня, друзья, зажигаем. Пусть горит тот огонь, словно бьются герои в сердца. Герой России Олег Косков передал в Североуральский музей несколько горстей земли из полей сражений под Сталинградом на Курской дуге и на подступах к Ленинграду. В считанные дни новый сквер с мемориалом в самом сердце поселкового парка стал самой людной точкой. Еще бы! Детские горки с веревочным мостиком, аллея для прогулок и спортивная площадка – все под рукой. Калья ожидала этого долгие годы. Наспроект помог мечты в реальность воплотить. К слову, идея сквера с вечным огнем запала в души старшеклассников неспроста. О настоящих героях ученики не только из патриотических книг узнавали. 14-я школа носит имя героя России Дмитрия Шектаева. В детстве Дима переехал с родителями в горнятский поселок. В 1998-м ушел на службу. Снайпер-разведчик 12-й отдельной бригады спецназа ГРУ, младший сержант Шектаев в феврале 2000-го в Чечне, со своим подразделением попал в засаду и погиб от осколков гранаты, брошенной одним из боевиков. Могила героя на окраине горнятского поселка, а мемориал в самом центре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова